Запись. Запись началась. Добрый день, Хасай Алиев. С вами на связи Алексей Чертукин. И я о вашей методике узнал в 2017 году в сентябре. Я уже с того времени знал. И мне повезла возможность именно с вами соединиться на связи. Через одно я нашел именно, где очень много таких информации. И будет так, что я на вас слушаю уже напрямую. Вот так вот. Ну да, а ты по какой нашел тогда? По какой? Как называлось? Через тюрьму нашел. Мне это очень интересно, потому что я 40 лет работаю. Я 40 лет работаю. У меня 20 книг на самых разных языках мира. Мне очень интересно, потому что первую книжку я в 90-м году сделал. А последняя у меня была опубликована в 2011 году. А сейчас я новую книгу делаю «От страха к свободе» ищу издательство, чтобы сразу массовым тиражом сделать. Поэтому мне интересно, в каком году ты узнал и откуда ты вышел? Так, все произошло, когда я прилетел в Сочи, и получилось так, что один человек там познакомился с Женей, так раз. А получилось так, что он мне начал такие вещи рассказывать там. Он так раз только начинал создавать свою школу «Суперхум». И там как раз именно в обучение входила методика ключ. Именно ваша методика. И вот оттуда я все и узнал. Понятно. Ну, очень приятно. Очень приятно. У тебя лицо такое располагающее. И потом такое, знаешь, Сочи, Сочи. Сочи – это, наверное, такое место, где люди все здоровые, крутые, жизнерадостные. Сочи же такое место интересное. Это европейский стиль. Европейский стиль. Мне очень там нравится. Очень. И там можно встретить очень много разных таких интересных людей. Разных, очень. Творческих очень много. Вот поэтому. Очень интересно. А я вот насчет творчества, видишь, доканчиваю картину свою, заканчиваю вот сейчас, что она здесь стоит. Называется «Мечтатель». Размечтался. Вот она так называется. Размечтался. Вообще-то я никогда не учился рисовать. Я сам с помощью своего метода ключа открыл у себя вот эти способности. И через год, буквально, как только я начал рисовать, я сыну еще тогда сказал, «Ален, давай через год сделаем выставку». Он говорит, «Папа, мы же рисовать не можем». Через год сделали выставку, 400 человек было у нас. Это еще в Махачкале было. Сейчас я уже столько лет рисую. Конечно, у меня там она и в книжках есть, и даже в разных проспектах. И самые лучшие специалисты, искусствоведы, искусствоведы, они удивлялись и говорили, «Ой, какие у тебя замечательные картины». У меня даже альбом есть такой международный, там если войти, можно мои картины увидеть. Это я почему стал про живопись говорить, потому что на больную тему попал. Я так люблю рисовать, не только книги писать, но рисовать. Это моя любимая деятельность, когда я хочу снять лишнее напряжение, задуматься над чем-то. Я вообще всем советую в нашей школе «Хома Путорос. Человек будущего» открыть заторможенные какие-то таланты свои, собственно говоря, и заниматься любимым делом. И формула счастья у меня, я написал в одной из книг, до изумления проста. Хорошо, когда ты занимаешься именно своим любимым делом, а тебе за это еще и деньги хватит. Потому что здесь полное удовлетворение своих духовных потребностей и материальных потребностей. Но у меня школа «Хома Путорос. Человек будущего». Это уникальная школа во всем мире, потому что у нас там есть бесплатная часть. Это ликбез против стресса. Это наша помощь ближнему в наше трудное такое время, чтобы они научились простейшим приемам, как регулировать свое состояние, сбрасывать лишнее напряжение, выходить на состояние творческое, когда они могут решать любые проблемы гораздо эффективнее. За короткое время. Ну, вот эта школа, я почему о ней говорю, потому что моя душа болит за нее. Я очень хочу, чтобы много людей к ней подсоединялись, потому что она бесплатная, это ликбез против стресса. Не только, не только снимать стресс, а использовать, я хочу, чтобы ты обратил на это серьезное внимание, использовать энергию стрессового напряжения, чтобы генерировать ответы на вопросы, которые тебя мучают, волнуют, допустим, в какой-то момент, и создавать произведения, там, изобретения, там, как лучше танцевать, там, у меня много балерины обучались, я и много спортсменов, я же готова ликвисту сборную по парусному спорту, ездил в Китай с ними. Ну, в общем, короче говоря, много чего можно делать с помощью метода ключа. Ну, если ты уж ко мне вышел, я бы хотел с тобой поговорить больше всего о том, как работать с подсознанием. Да, а откуда это все, за рождение все пошло? Откуда вот это методико-то не все пошло? Вот источники вот этого корня, мне вот это вот, где, как за рождение все пошло? История, история, да? Да, мне вот это очень важно. Да, я вообще-то врач, я врач, медик, остепененный врач, там, сейчас заслуженный врач, там, и так далее, и так далее. Но при этом с юношеских лет я очень любил мечтать, фантазировать, и поэтому еще обучаюсь в мединституте, я в Дагестане учился, у нас большой медицинский институт был в государстве, это распределял, там, и до Москвы, и там, и прочее, очень много распределений было, и очень серьезный институт, и когда я там учился, это 78-й год, где-то, ну, короче говоря, перед самым выпуском из института я делал статьи в научных сборниках, я участвовал на международной конференции Монта-Карла по психотронике, который создал Сденок Рейдек, который в свое время слово «экстрасенс» выпустил. Ты представляешь, я в те годы уже занимался наукой. Я изучал гипноз, я изучал телепатию, я изучал кожное зрение, я изучал, как это люди бегают по битым стеклам, как они едят стаканы, как они протыкают себя, им не больно. Я это все изучал, 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 писал научные работы и так далее, и потом, поэтому, меня заметили, я попал в Центр подготовки космонавтов. В 81-м году там был замночкальник Центра подготовки космонавтов, это третий космонавт планеты, Андриан Григорьевич Николаев, муж Терешкова, Андриан Григорьевич Николаев мне сказал, ты вот занимаешься гипнозом, а вот у нас в космосе нельзя гипнозом заниматься. Ты можешь придумать так, чтобы человек в космосе сам мог регулировать свое состояние. Я ему сказал, Андриан Григорьевич, я подумаю, я придумал это. Я придумал это, и в 81-м году в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, в городке, я тогда, значит, создал метод-ключ, чтобы человек сам, сам, без всякой посторонней помощи, в любых условиях, в любых условиях, при шуме, без шума, там стреляют, там или еще что-то, не важно, мог быстро вызывать у себя состояние, которое позволяет ему работать со своим бессознательным агрегатом, со своим телом, переключать доминанту состояние, переключать доминанту состояние и выходить на состояние невесомости. Я тот человек, который создал в Центре подготовки космонавтов в 81-м году модель невесомости у космонавтов в земных условиях для преодоления стресса и перегрузки, чтобы потом космонавт мог в космосе быстрее к невесомости адаптироваться, чтобы он мог так перегрузки переносить вверх. Он будет подготавливаться, то есть стресс скидывает, чтобы ему было комфортно в этом условии, чтобы тело подготовлено. Да, чтобы он мог быстрее адаптироваться, чтобы быстрее мог адаптироваться. Значит, 38 лет. 38 лет, значит. Я вспоминаю эту историю, я прямо так радуюсь, потому что мне там так сильно помогали. Сам Андрей Андреевич Николаев, мы с ним так задружились. Я даже жил у него в квартире. Потому что он мне сказал, слушай, что ты там в орбите живешь в нашей гостинице? Иди ко мне, домой живи. Ну, короче, я не мог ему сказать, он такой уважаемый человек там и так далее. Мы с ним очень много общались, дружили. Я потом когда-то через много лет приехал в Чувашию проводить занятия практически. Там меня пригласил за администра для машиностроения проводить занятия. И когда они узнали, когда они узнали, что я дружил с Николаевым, они мне там что-то не на руках вносили. Потому что, оказывается, Чуваший, он национальный герой. Представляешь? Ну, это, конечно, Андрей Григорьевич Николаев, его весь мир знал. Вот такой добрейшей души был человек. Просто невероятно. Невероятно. Он за меня так беспокоился. Он даже, когда я там делал эти работы, звонил Щелокову по Кремлевке. А Щелоков был тогда министром ВД СССР. И ему говорил, вот у меня есть такой парень молодой, он такой, изобрел такую методику. Может быть, вам в МВД это тоже нужно? В МВД там нужно. Ну, там же, как это, МВД, все-таки милиция, для таких людей, которые в экстремальных условиях находятся, там всякие бои же у них бывают, стреляют. И он со мной лично отвез меня в МВД. Познакомил меня там со многими людьми. И потом, ну, короче говоря, у меня такая история, если я начну вспоминать... А с кем вот у нас фотографии? Вот я вижу там фотографии у вас. А, это мой друг большой. Это же Джигарханя. Джигарханя. А показать можно поближе? Поближе можно? А потом прям увидим. Это из велика такое? Армен Джигарханя. Он мне сказал, мы с тобой будем дружить до гроба. Потому что, ну, это очень большой, очень интересный, мудрый мужик. Очень-очень-очень хороший. Видно ли? Да-да-да. Очень хорошо видно. Очень. Да, даже в одной книге моей написано, что я, как доктор, и Армен Джигарханян, как актер и режиссер, оба считаем, что состояние внутренней свободы самое важное для человека. И что без этого не может быть ни творчества, ни победы, ни рекорды. Состояние внутренней свободы. Так это же и есть то состояние невесомости у космонавта на Земле, состояние внутренней свободы. Это, собственно говоря, метод-ключ, который позволяет включать внутренние ресурсы, которые в обычных условиях нашей воле не подвластны. Я вот сейчас смотрю, как раз такие еще фотографии у меня есть. А из спортсменов кто у вас проходил? Из спортсменов? Какие-то подарки вам сделали? Из спортсменов? У меня много спортсменов. Это мне подарил Поветкин. Их два брата, старший и младший. Это младший Поветкин мне подарил. Это хрустальная перчатка. А где ему вручили вот эту перчатку? На каком чемпионате? Он мне привез его в центр. У меня центр был на Таганке. У меня центр защиты от стресса назывался. Был на Таганке. В Москве, на Таганке. 15 лет, 17 лет там было. И там приезжали, приезжали и спортсмены, приезжали и врачи на подготовку приезжали, и психологи. Я же обучал психологов МЧС. Врачи и психотерапевты. А это вот, смотрите, интересная фотография. Это психологи, психологи, которые у меня обучались. Офицеры, которые обучали десантные войска. Видишь, что они там говорят? Не отдадим. Не отдадим. Видишь? Ну, это история, история. Прекрасные люди вообще. Прекрасные люди. Я с десантниками много работал. С десантниками, потом с ракетными войсками. Да, интересно, интересно. Написано тоже. У меня тут очень много книг. Очень много книг у меня на разных, на английском языке, на правом. Я же в бренде пять российских авторов в Париж. Ну, на русском языке. И потом у меня очень много материалов. Потому что сейчас же учебник вышел. Новый учебник по физкультуре для десятых, одиннадцатых классов. А предыдущая, предыдущая версия учебника была по физкультуре. Где только меня указали, что я такой. И если это было пять-шесть лет назад, там про меня написано, там про меня написано, что я создал метод ключ. А сейчас, а сейчас в мае 2019 года вышел уже учебник, где есть часть метода ключ, которая называется синхрогимнастика по методу ключ. И это как раз-таки уже для школьников будет. Сейчас там будут готовить преподаватели физкультуры по этой методике для всей страны, для России. Да, уже есть часть моего метода ключ. Синхрогимнастика по методу ключ уже в учебнике по физкультуре для старших классов. А вот я что-то слышал тоже, да, то, что есть еще платные какие-то продолжения. Платные? Да, вот это вот интересно. Школа Человек Будущего у нас, Homo Futurus, бесплатная. Туда даже вход бесплатный, свободный. А платная часть это для подготовки специалистов, это для подготовки, ну, коуч такой вот, допустим, человек хочет добиться большего результата в спорте. Или он писатель, или он, допустим, балерина, или, допустим, переговорщик, переговорщик, или журналист, или конкобежец, неважно кто, но он хочет добиться большего результата. То есть это не тот человек, который вот нуждается в помощи, а он хочет развиваться, подняться. А сколько уходит? Да. Сколько у человека уходит времени, чтобы вот эти навыки именно внедрять? Это же зависит от того, какая цель, и зависит от того, какой человек, и зависит от того, какое состояние исходит. Потому что если эта балерина пришла ко мне полностью разрушена, ну, конечно, ей надо пару недель, чтобы она пришла в себя, восстановилась, и стала такая, как была, когда я была в 17 лет, чтобы и грамоны пошли именно такие. Ну, надо ее научить, чтобы она пару недель это использовала и восстанавливала. Ну, я же обучаю тому, чтобы они сами это делали. То есть это там не нужно, чтобы я все время с ней встречался. У меня такая школа, когда нет в этом необходимости. У нас же онлайн-школа. А если человек пришел здоровый, без всяких проблем, вот Стрелок у меня был там как-то, олимпийский чемпион там и так далее. Он говорит, да у меня проблем никаких нету, там я ему 4 занятия провел по 45 минут. Так что, 4 школьных урока. И он ровная мушка, плавный спуск, да, все нормально. И все, и занимает призовые места. Главное, самое главное для актеров. Для актеров самое главное. Потому что актеры могут, пользуясь ключом, легче входить в роль. Легче входить в роль. Быстрее вживаться в роль. И, между прочим, об этом мало говорят, но очень важный момент, и выходить из роли. Это тоже важный момент. Вроде мало об этом понимают, в принципе. Актеры хорошо понимают. Ну, бывают такие случаи, когда актер там месяцами потом живет в этой роли, переживает, там страдает. Пока он реабилитируется из этой роли, тоже, чтобы переключиться на жизнь, на другую роль, тоже время уходит. Да, у меня был такой случай, когда женщина выходила из троллейбуса или трамвая и держала как бы платье, оборхи платья, подолгу. А на самом деле это платье у нее в голове только было, потому что она из роли еще не вышла. Да, да, да. Она только в королеву играла, да. И она держала, выходила из троллейбуса, и все. А потом смотрит, она держит, что, воздух движет, понимаешь? Из роли не вышла. То есть, это много специфических моментов. Я с актерами очень много работал. Дело в том, что еще когда Этуш, Этуш Великий был, Этуш и потом профессор Паламышев, мой друг Александр Михайлович, который там работал, в Щукинском, они создали курсы, и я там проводил курсы для молодых актеров. А до этого я еще проводил курсы в Щепкинском училище. Ну, то есть, я этим много занимался. Много-много-много. Да, где? Я думаю, да, вот. Особо можете пожелать своим подписчикам, кто будет смотреть именно вот этот вот ролик. А, ну, чтобы они в школу заходили, Homo Futurus, человек будущего. Потому что у нас есть она в Фейсбуке. В Фейсбуке. У меня есть страница, моя страница, Хасай Ильев. И там есть ссылки, как туда войти. И ВКонтакте, моя страница, Хасай Ильев. Ну, там сразу, кто хочет, сразу увидит, что это я. Потому что там написано, ну, во-первых, моя физиономия. Во-вторых, написано художник, врач, художник, психолог. Потому что я не просто психолог. Я же работал ведущим научным сотрудником психологического института Академии развития образования. Спасибо. Потом я работал профессором кафедры здоровья и сбережения Нижегородского института развития и образования. Кафедра здоровья и сбережения. Я там работал профессором. Что такое кафедра здоровья и сбережения? На этой кафедре мы всех, которые обучались в институте развития и образования, это педагоги самых разных направлений. И с нашей кафедрой мы давали, значит, им метод-ключ, чтобы они хотя бы одну минуту в день на уроке, будь то математика, пение там или физика, неважно какой урок. Одну минуту хотя бы ключевые приемы использовали. Поэтому сейчас в школьном учебнике синхрогимнастика. А именно в каких городах они выпустили? Это был Нижегородский институт развития и образования. НИРО. Нижегородский. И потом можно еще вот это, да, спросить, кто посмотрит ролики, чтобы задавали все свои вопросы, да, под роликами? Да, конечно, конечно, чтобы они задавали вопросы. Во-первых, ВКонтакте, туда можно, там есть ссылка, как войти в школу, человек будущего. Там ВКонтакте Homo Futurus, а в Фейсбуке человек будущего. Это одно и то же, просто там так называется, а в Фейсбуке так называют. Потом у меня Ютуб. Мой канал Ютуб. Метод Ключ Хасай Герой. Да, знаешь, еще что проще всего сделать? В Википедии, пускай просто напишут в поисковике Википедии. Метод Ключ. Метод Ключ. В Википедии. А потом еще просто сайт, стресс.су. Стресс.су, да. Су, да. И второй сайт, хасай.ру. Хасай. Ну, это хорошие сайты. Один сайт с архивными материалами, стресс.су. Там как раз такие космонавты, там как раз такие спортсмены, там как раз такие люди, которые хотят быть свободными. Там много, много чего. Там когда ленту стрессу открываешь, смотришь сайт, квадратики есть такие. Надо на них нажимать, и открываются все материалы. Как я Марс-500 готовил. Марс-500, это же интересная вещь такая. Конечно. Да, они же там уходили на эту изоляцию, чтобы друг с другом не перессорились там. Это все очень интересно. Понятно. Сейчас очень много женщин заходят ко мне в школу, которые хотят не только себе здоровья, но и своим детям. А еще хотят личные отношения, чтобы были нормальные. Потому что метод ключ помогает человеку не только снимать стресс, использовать энергию стресса для создания лучших решений, но и создавать личные отношения и расширить круг общения. Вот это я с этим я согласен. Может даже будет интересный, я даже скажу, может даже разные направления, сферы записывать ролики, да? Например, по денежным, как эта методика ключ, отношения, как стрессы в ситуации. Нормально же будет, да? Прям показывать вот эти ходы, правильно? Чтобы люди могли принимать. Потому что люди не могут же понять, как могут это делать. А здесь будет уже, можно будет вести их, правильно? Конечно, конечно. Я очень рад, что мы с тобой дружим, потому что ты помогаешь развить школу человека будущего. Потому что надо, чтобы каждый человек, который хочет поддерживать себя в наших сложных условиях, нашего больного времени, в переходные периоды, где потерянный баланс между духовными и материальными ценностями, чтобы человек сохранял устойчивость, чтобы он мог реализовать себя в наших современных условиях. Поэтому этот метод находится между разными областями. Это междисциплинарный метод. Потому что медики занимаются здоровьем, спортсмены занимаются спортом, искусство занимается искусством, церковь занимается душой, а целостности нет. Все разорвано по частям. А метод ключа – это для интеграции человека в целостную сущность. Чтобы он развивался как личность, сохранял ясность ума, уверенность в себе во всех изменяющихся ситуациях. Она очень сильно помогает. Вот вашу методику очень сильно помогает. Я даже расскажу, даже такие результаты. У женщины даже было, она квартиру не могла несколько лет или несколько месяцев продать. Применял методику, первый же клиент пришел, сразу купил квартиру. Первый. Я могу много разных результатов. У меня отзывы тоже. По методике клинической я не применяю. Ну, понятно. Мне очень важно, чтобы как раз соединялись такие люди, которые хотят людям принести пользу. Потому что сегодня мир такой разобщенный, бедный, богатый. Я очень много работаю бесплатно, потому что я как врач. У меня был Центр защиты от стресса, я был там генеральным директором. И этот Центр был, помогал всем. Помогал всем. И подводную лодку Курск, когда готовили военный персонал к подъему, я готовил тоже военный персонал к подъему подводной лодке Курск. Кизляр, когда был Радуев напал на Кизляр. Я ездил, восстанавливал детей и взрослых. В Каспийске даже дважды. Это я туда ездил, тогда еще Минздрав ничего не мог сделать. Они туда завезли аптечку. Ну, это, ну, потому что никто не ожидал, что будет теракт. Ну, никто не ожидал. Государство не было готово к этому, что будут такие теракты. Министерства и ведомства не были готовы. И вот тогда как раз я этим и занимался. Поэтому я потом учил психологов МЧС, поэтому я учил спецназы всякие. Ну, короче говоря, у меня такая история, они могут войти в сайт там и посмотреть, кто хочет. Но самое интересное сегодня, надо бесплатно дать людям простейшие ключевые приемы, потому что именно из-за того, что люди не могут их увидеть, их постоянно грузят, ну, и хорошими вещами грузят, но в то же время манипулируют этим. И грузят всякие торговцы информации. Вот мы тебя научим быть счастливым, мы тебя научим быть здоровым. Это стоит столько, это стоит столько. Особенно с паниками. Потому что я учил психотерапевтов, как снимать паники. Я был 10 лет членом правления Межрегионального объединения медицинского психологов, психотерапевтов и социальных работников. 10 лет членом правления. И всех этих обучали. Я Пинянский наш директор, или как руководитель, но уважаемые приемы. Я там проводил эти занятия, и там много было и врачей, и профессоров, и непрофессоров. Короче говоря, вопрос заключается в том, что сегодня каждый человек, начиная со школьного возраста, должен уметь управлять уровнем своего нервно-психического напряжения. И именно здесь лежит ключ к тому, чтобы выйти из стресса от состояния вдохновения. Чтобы использовать эту энергию, трансформировать. А делая это, и делать там и трансформации, и афирмации, и все, что называется, но именно школа, если она будет развиваться, если больше людей туда будет подключаться, больше людей получат пользу. А кто хочет зарабатывать, ради Бога, пусть зарабатывает. Правильно зарабатывает. Но кто мешает? Готовить какого-то отдельного человека, который хочет соплотить, чтобы он стал чемпионом мира. Это другое дело совершенно. Давайте. Это уже... За все надо платить. Если это не захочешь, то это отрабатывает больше. Ну, базовая часть, самые простые приемы, нужно дать каждому. Потому что если бы я лично, если бы я лично знал эти приемы, до того, как я их придумал, допустим, 40 лет назад, если бы я знал эти приемы, я бы не пил, я бы не курил, я бы много чего не делал, потому что именно люди пьют, потому что бы получить снятие напряжения. Они курят для того, чтобы снять напряжение. Да если бы я тогда знал свои собственные приемы 40 лет назад, то я бы не прошел такого тяжелого пути испытания. Да. Указывает свой жизненный опыт. Конечно. Поэтому чем раньше человек научится управлять собой, тем меньше шишек набьет на свою голову. А вот я еще хочу сказать такую вещь. Ну, пользуюсь моментом. Раз ты позвонил мне, пользуюсь моментом. Почему я так много говорю? Потому что я агитирую вступить в школу всех. И чтобы они делились, и чтобы они делали комментарии, комментарии, потому что это, говорят, поднимает топ-видео, да? Да, да, да. А что еще надо, чтобы они делались? Там лайки надо делать, чтобы в чатах поделились, в WhatsApp, в Telegram, в ВКонтакте группы, в Facebook группе, где можно популяризировать, где можно. Очень сильно. Да, потом я еще хочу сказать, что многие люди, когда узнают, что это так просто делается, вот это снять стресс, или снимать паники, или снимать паники, что это гораздо проще, гораздо проще, если пройдет в школу. Бесплатно, если пройдет, то он гораздо проще с этим будет справляться. У него откроется новое дыхание, новая жизнь, а у меня очень миллионы там людей. У меня там много людей, которые с паниками, которые вот начали теперь, опять восстановили у себя творческий дар, опять они стали писать стихи, опять стали писать картины, и есть новые, которые раньше никогда не писали стихи, а теперь уже пишут. Ну, я понимаю, я понимаю, из-за чего все идет, потому что у них старая программа, не высасывает эту программу просто. А вот я сейчас буду делать новый вебинар, у меня был там как-то вебинар в онлайн-школе, один раз в месяц проходит платный курс, особый, особый мини, особый мини онлайн-курс, платный, и там ставится традиционная минимальная цена тысячу рублей. Такие курсы по уровню по всему миру стоят десятки тысяч долларов, а я ставлю тысячу рублей, потому что вся остальная часть школы бесплатная, а этот регулярный, ежемесячный онлайн-курс, он платный, чтобы поддерживать школу. Чтобы поддерживать школу. Вот сейчас я буду делать следующий вебинар, именно еще раз техника работы с подсознанием, еще раз, чтобы там же новички туда приходят, чтобы они еще раз увидели, как можно просто снимать лишнее напряжение, выходить на состояние творчества и включать ресурсы, которые у него есть, которые раньше были заблокированы. Я понимаю эти вещи. Это легко, просто надо применять и каждый день получится. По несколько раз. Ну да, да, да. Мы там как раз об этом и разговариваем. Давай. Ты тоже, ты зашел в школу, нет? Да, я зашел уже. А ты зайди в ВКонтакте, в Фейсбук, потому что там разные люди. Там есть одни люди, которые любят и там быть, и там быть. Там очень интересная вещь, они обмениваются опытом. Добро. Они рассказывают, как они применяют ключ в тех обстоятельствах, в тех обстоятельствах. Например, как один человек вышел из леса, когда он заблудился. Да, да, да. Читал я. Стал. Ой, да. А другое, другое написал, как она нашла, как с мамой помириться, как с мамой помириться, она ключ использовала. Я просто в результате хочу сказать, что каждый человек должен понимать, что этот ключ, это не то, что вот ты, допустим, раньше жил своей нормальной жизнью, а теперь тебе дали ключ, и теперь живи с ключом. Нет, нет, нет. Нет. Ты всегда управляешь собой. Всегда. Хочешь ты, не хочешь, тебе приходится управлять собой. Но пройдя несколько занятий, теперь ты можешь делать это легче. Вон. И самое главное, не забывать ее внедрять. Тогда применяем ключ. Сначала, чтобы привычка тебе обошла, это все. Внедряем себя вначале. А потом уже, чтобы легко это было, без напряжения. Я не хочу только, чтобы люди, которые за деньгами охотятся, которые охотятся за деньгами, чтобы нашу школу извратили. Я не хочу этого. Поэтому я не с каждым человеком общаюсь, когда он пытается, ну, кто-то мне звонит и говорит, давайте я буду продвигать вашу школу. Я не с каждым. Потому что моя задача, первую часть школы, бесплатно, чтобы ее на всякий случай оберечь, оберечь, дело моей жизни. Оберечь от вот таких посягательств, когда вдруг я ее начинаю манипулировать ради бизнеса. Вот я против. Но если человек хочет зарабатывать, ради Бога, я сам готов помогать. У меня очень много там людей, которые миллионерами стали. Очень много людей, которые я знаю за 40 лет, миллионерами стали. Во-первых, я могу сказать, что первый миллионер СССР был тоже моим приятелем. Первый миллионер СССР. И тот, который башню федерацию построил, тоже мой приятель был. Ну, короче говоря, я многих и миллионеров знаю. и многих людей, у которых денег нету, я знаю, которым я помогаю. Сейчас, красави, Анеев, мы сейчас эту запись сейчас переостанавливаем, ладно? Потому что я боюсь, что в любой момент может она прекратить. Ладно? И уже потом в скайпе связимся, ладно? Да-да-да, спасибо тебе, что ты вышел на меня. Все, я останавливаю запись.